В этом видео поговорим про Marvelous. В Marvelousе рисуются ткани. У меня сейчас стоит седьмой Marvelous. Это он стоит потому что я купил монитор 4k, а предыдущий Marvelous если ставить на такой монитор очень маленький, кнопки их не видно. И по этой же причине поставил Max 17, потому что они уже адаптируются под это разрешение. Хотя не сказать что этот Marvelous прям лучше чем другие. У них во всех версиях разные ткани, разные названия, только некоторые одинаковые. Demium во всех есть, а так приходится заново все пересматривать, переделывать и переучивать все ткани в каждой версии. И причем они еще ведут себя по-разному. В общем в этой части поговорим, что вообще такое Marvelous основные настройки и как подготавливать аватар, каким он должен быть. Начнем наверное с интерфейса. Здесь вот очень-очень много всего, но большинство так особо не нужно. Это если уж сильно заморачиваться, там одежду шить, то может быть пригодится. Здесь вот змейки появились всякие. Можно рисовать по аватару, мерить. Там много всего, что без чего можно легко обойтись. Вот интересная функция. Здесь такой утюг появился. И можно, например, если в каком-то месте много складок. Сейчас на примере подушки. Рисовать нужно вот этими штуками. Вот рисуем плоскость. Это круг. Это сложная форма, например. Ну там обрисовывать аватар. Это я немного позже вернусь. Так, начнем с подушки. Рисуем подушку. Рисуем плоскость. Здесь размеры. Примерные. Ну 50 на 50 сделаем. Здесь тоже очень важно разобраться с нормалями. Есть наружная сторона, есть внутренняя. Это важно, потому что, например, мы хотим, сейчас скопирую, ctrl-c. Вот это и вот это. То же самое, что и в максе. Вот эта кнопка двигать объект. Нажимаем ctrl-c. Mirror-paste. Вот этими сшивать объекты. Ну, в основном, пользоваться нужно вот этой штукой. Швы выглядят вот так. Неправильно сшитые. Выглядят вот так. Перекошенные. Неправильные. Неправильные ведут себя вот так. Перекручиваются. Правильно сшиваются так, как нужно. Так, дальше. Делаем подушку. Вот эта вот крутилка. Она по умолчанию идет какая-то странная. Меняется. Вот гизма. Вот эту нужно поставить. По умолчанию вот эта стоит. Не очень удобная. Так. Пришиваем все другие стороны. Вот проверяем. Все сшито ровненько. Выбираем самую твердую ткань в начале. В седьмом Marvelous это вот full grain leather. Нажимаем пробел. И она сильно не коробит ее. Ведет себя хорошо. Ну, можно двигать, управлять более-менее адекватно. Так. По нормалям. Почему это важно? У нас внешняя сторона должна быть светлее, чем внутренняя. Внутренняя идет темнее. Потому что здесь есть такая функция. А всего их тут не очень много. Вот это вот расширение по сторонам. Это не меняя этот размер. Она расширяется. Например, заморозим заднюю часть в фризе. Сейчас поставлю сетку плотнее. Это изменение сетки. Финальная сетка, в которой экспортировать в Max, у меня 5. Нажимаю пробел. Чем больше кусок ткани, тем сильнее оно глючит. Это кожа. Меняем. В седьмом, самый материал, который дает больше складок, у меня вот этот нейлон. Нейлон. Он вот такой. Так. Огромняемся к нормалям. Вот это вот значение оно надувает ткань. Когда в плюс оно надувается наружу. Когда в минус, оно надувается внутрь. Вот для этого очень важно правильно выставленные нормали. Потому что если вы захотите надуть подушку с неправильными нормалями, она надуется очень странно. Может улететь куда-нибудь. Разморозим, проверим. Вот. И полетело. Ну конечно не так быстро, потому что сетка плотная у нас. Так. Здесь очень важно, чтобы на этой части и на этой были не сильно различные значения. Иначе она будет улетать. Нужно, например, поставить пять. А эту, например, шесть. Потому что если у нас... Ой, что я нашел. Если диван будет сзади, то она должна немного тянуться назад. За счет того, что здесь надувание шесть, она будет немного тянуться назад. Еще в Марвелусе очень большая проблема, что складки становятся одинаковыми. Очень много повторов идет. Поэтому, чтобы сделать подушку с более живыми складками, нужно подергать за края. Это делается примерно таким образом. Все это очень надо делать осторожно. Иначе она может улететь. Она немного заваливается назад, потому что на задней части у нас стоит шесть. И она тянется назад, а здесь пять. Вот. В общем, для наглядности... Сейчас открою какой-нибудь файл старый. Давайте octaveемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот сетка стала квадратной но также можно поменять еще и в браше она там будет более квадратная чем вот это так дальше вот в седьмой версии есть такой вот утюжок про который говорил в начале например если у нас тут какие-то складки которые нам мешают или их сильно много проходим утюжком нажимаем пробел и они исчезают в том месте эффект как будто утюгом погладили интересная функция в других версиях этого нет переборщил немножко можно было поменьше сильно стянула вот что еще показать но я не буду углубляться вот в эти штуки так в общем что надо потому что можно обходиться и без этого все с чем нужно работать это это плоскость чтобы рисовать подушки чтобы обрисовывать аватар у нас вот это подходит например сейчас нам нужно обрисовать вот эту вот часть вот то есть вот это сейчас так так здесь можно сделать ткань темней чтобы проще было работать и начинаем подгонять по форме редактировать нужно вот этими инструментами нажимаем пробел она начинает падать чтобы притягивалась к аватару ставим надувание со значением минус тогда она притягивается так можно обшить полностью деталь чтобы обшить вот эту подушку нужно удалить вот эти ну аватар сделать без верхних подушек или же сделать здесь расстояние между ними чтобы пролезла ткань еще очень важно чтобы на аватарах не было вот этих швов потому что сейчас я не проверял как новой версии но старых они очень портят форму ткань портят форму ткани если у вас есть вот такие вот швы их нужно выделить все точки и сделать велд потом опять сгладить и сохранить аватар для обтягивания тканью потому что если такие швы в marvel работать просто иногда становится невозможно сейчас например поставим сетку 5 проверим как в седьмом вот появляются такие вот штуки из-за них даже ткань не сдвинешь поэтому аватар должен быть гладкий с плотной сеткой не с такой а вот примерно чтоб сетка вот такая вот была для комфортной работы так теперь давайте обошьем вот эту подушку удаляемся приотачиваем делаем велд применяем сглаживание на двойку и экспортируем аватар и на двойку и 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 стоять все измерения единицы измерения в миллиметрах меняется где вот здесь здесь должен стоять миллиметры и здесь тоже миллиметры тогда все будет правильно экспортироваться в марвелсе ничего менять не нужно так вот наш аватар давайте обошем его ткани рисуем бокс не бокса плоскость смотрим где у него светлая сторона и темная светлая сторона должна смотреть наружу это будет боковая часть закругляем тут придется добавить еще одну точку много точек лучше не добавлять потому что соседней ткани будет сложнее соединять сшивать так теперь пришиваем убираем этот шов добавляем точку здесь одну вот эта линия и вот это должны быть одинаковые также вот это и вот это тоже должны быть одинаковыми вот это и вот это тоже должны быть одинаковыми теперь сшиваем так 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 теперь смотрим если есть такие штуки значит одна расстояние от этих точек и до этих разное нужно их немного подкорректировать подвинуть точку все теперь почти одинаково так теперь можно проверить нажимаем пробел нажимаем пробел тут сшивается правильно теперь сделаем низ так все то есть так давайте Пришьем. И так же нужно шить вот эти части и вот эти. Теперь нужно скопировать эту часть на вот эту сторону. Копируем Ctrl-C и вставляем зеркально. Так, и нужно теперь это как-то сшить, чтобы было правильно. Для этого нужно еще поставить точки с этой стороны на такие же расстояния. Сюда, 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 сюда. Пока что как-нибудь вот так повернем. Так, все. Теперь выставляем. Бывают такие моменты, что нужно, чтобы ткани помочь притянуться. Для этого нужно здесь поставить значение немного с минусом. Если поставить с плюсом, оно будет наоборот надуваться. Вот так. Сначала нужно выбрать твердую ткань. Нажать пробел. Потом подтянуть точки, чтобы ткань легла ровно. Также можно еще ставить булавки. Нужно, чтобы раскладка клавиатуры была на английском языке. И кнопка W. Тянем. И они фиксируются на месте. Они тоже очень часто помогают. В определенных местах. Также, если держать на W и нажимать на эту булавку, она исчезает. Если просто ее таскать, можно передвигать. Сейчас нужно все подвигать, чтобы ткань стала на свое место. Если она надулась, то нужно здесь поставить больше минус. Оно притянется. Для того, чтобы теперь сделать складки, нужно поменять ткань, которая дает складки. У меня вот эта. Но можно также Demium. Demium тоже дает складки, но они такие прям сильные и резкие. Нажимаем пробел. На 20 сетке складки выглядят вот так. Поставим сетку пятую. Теперь они выглядят более проработанными. Если нажать на пробел, пробел это то же самое, что и вот эта кнопка. Кнопка симуляции. Вот, кстати, сетка аватара. Можно было сделать поплотнее. Для того, чтобы складок было больше. Эти части пока заморозим. Чтобы складок было больше, нужно нажать расширение по сторонам. Например, сделать 100, 105 и 105. И немного надуть. Например, на 3. Нажимаем пробел. И начинают появляться складки. Можно сделать еще больше. Например, можно сделать по одной стороне. Сейчас больше складок появляется вот здесь. Если сделать, например, здесь 105, здесь 115. То складки, по идее, должны появляться вот здесь. Теперь появляются здесь. Вот складки, которые типично Марвелусовские. Они везде. От их нужно стараться избавляться. Вот, кстати, здесь появился этот утюжок. Можно немного загладить. Тут подгладить. И здесь. Вот они уже здесь уменьшаются. И таким образом делаются подушки. На аватаре сетку нужно сделать поплотнее, чтобы не было вот этого. И регулировать складки вот этими значениями. Надувание вот этими. Вот, в принципе, и все настройки, которые используются. Надувание, расширение по сторонам, сетка. И все. Все, что нам нужно для того, чтобы сделать подушку. Когда вот эта часть будет готова, мы ее заморозим. Разморозим боковые. И также здесь добавим 105, например. 105. Здесь поставим 10. И также будем делать разные эксперименты и смотреть, что получается. Здесь вот утюгом загладить. Там еще поднастроить. В общем, такая вот работа. Не очень быстрая. В принципе, и в Максе можно было бы за такое же время нарисовать складки вручную, чем сидеть в Марвелусе часами, угадывать, ловить этот момент, когда появятся идеальные складки. Сейчас сделаем демиум. Они должны немного подсгладиться. Немного сглаживаются. как то так и происходит рисование в марвел оси опять притянем ткань притягивается вот как то так потом когда все готово будет когда результат вас устроит нажимаем на эту кнопку треугольную сетку меняем на квадратную вот здесь или делаем за ремешер в браша или ретопологию в максим в общем вывод такой что для работы основные функции марвел оса это рисование объектов потом их редактирование рядом потом сшивание вот эта кнопка вот это линии на объектах например можно стянуть по линии или нарисовать какой-то логотип немного вдавить но все это лучше делать макси так потом вот утюг функция интересная вот это нужно для того что при топологию сделать разворачивать объекты когда они симулировались нажимаем и он обратно их раскладывает как они были изначально вот эта кнопка симуляции так здесь настройки ткани вот это брать объект двигать передвигать поворачивать и вот основные настройки про которые говорил сетка расширение по сторонам и надувать объект все в принципе для работы этого хватит ну если например пришить пуговицу или змейку поставить можно использовать вот эти вот функции сохранять чтобы перенести в макс попробую вернуть чтобы сохранить перенести в макс нам нужно все разморозить убрать аватар и экспортировать все экспорт прошел и просто перетаскиваем этот файл так куда я сохранил перетаскиваем его макс центр ушел ставим посередине получается вот такая вот сеточка треугольная которую опять же можно можно запустить браш подушку импортировать эту подушку вкладка геометри з-3 мэшер нажать з-3 мэшер так это у нас адаптивная сетка сделаем поплотнее попробуем вот получается квадратная сетка теперь можно взять такую кисть нажимаем сюда а я не убрал симметрию у нас получилось симметрично нажимаем икс з-3 мэшер нажимаем икс з-3 мэшер нажимаем икс з-3 мэшер икс 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 подушку Ждем пока подумает. Все, сетка стала квадратной. Теперь нажимаем сюда, выбираем вот эту или вот эту кисть. Здесь интенсивность, размеры, выставляем и можно на графическом планшете дорисовать складки. Если их мало. Также с шифтом можно подсгладить косяки или части, которые повторяются. Я сейчас все так показываю по-быстрому. Не стараюсь. На самом деле нужно стараться и очень аккуратно все делать. Тогда получится хорошие модели. Если так все быстро, то просто показываю, чтобы быстрее рассказать и объяснить, как что работает. сохраняем. Переносим в макс. И вот у нас уже модель с квадратной сеточкой. Вот складки, которые я кистью рисовал. Как-то так. На ней потом можно сделать швы. Также центр съехал. Отцентровать все. Ну и дальше продолжить рисовать подушки верхнюю. Надеюсь видео это оказалось полезным для вас. Еще очень важно делать все в свое время. Например, шов нельзя делать сразу, его нужно делать в конце. Ну это уже можно посмотреть на канале Vimeo платном. Там уже идет ход работы, где я стараюсь, делаю хорошо и правильно и все вовремя. Вот это тоже очень важно все делать в свое время. Если делать шов заранее, он потом просто к моменту, когда мы например будем делать квадратную сетку, он просто расплывется и его придется переделывать два раза. Чтобы не переделывать все по несколько раз, нужна правильная последовательность. И в Marvelous очень важно вот эта вот игра с деталями с маленькими. Там если на 1 на 2 меняется значение, уже другие складки получаются. Нужно правильно одну часть заморозить, чтобы с другой работать. Потом другую заморозить, чтобы с третьей. Еще можно одну ткань сделать сверху другой, чтобы складки были более сложными. Но тогда она будет думать в 2 раза дольше. В общем есть, например, постельное белье просчитывается очень долго. Иногда приходится и 2 часа ждать. Но постельное можно сделать только в Marvelous. Складки такие тоже только в Marvelous. Если складки попроще, то в принципе можно нарезать катом в Максе. Это будет куда быстрее, чем Marvelous. Так что делайте выводы, в чем вам удобнее работать. Смотрите видео. Все, пока уже час ночи. Надо закругляться. Все, пока. Поехали. 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 Поехали.